Расскажите о том, как вам выписали протокол. Ну, протокол... Сначала меня взяли объяснительно, это было 23 июля, за два дня до окончания действия вот этого постановления городской администрации, введение распоряжения, которое, я так понимаю, уже одним судом было признано ненормативным документом, и которое по действиям сотрудников полиции отменяет закон Воронежской области о гайдпарках, собственно говоря, по которому мы и находились 23 июля около памятника Никитину. А затем, я вот, к сожалению, сейчас по памяти не могу вспомнить, да вообще-то вспомню, почему. 5, 6, 7 августа я попал в центральную РУВД, ну, то есть мне позвонили 6-го, я 7-го пришел в центральную РУВД, и на меня составили протокол о нарушении закона о митингах и демонстрациях, ссылаясь именно на вот это постановление. Чего мотивируют они? Именно вот этим распоряжением и указом президента. Я спросил, что в указе президента город Воронеж не указан никак, как место, где проходит чемпионат России по футболу и где действуют ограничительные меры. И также я в объяснительной написал, что распоряжение городской администрации это все-таки нормативный документ меньшего статуса, чем закон Воронежской области. То есть если бы мы подавали заявку на митинг или на пикет в любом другом месте, кроме гайдпарка, мы попадали бы формально под действие этого распоряжения, которое, на наш взгляд, незаконно, но вообще оно действует только на тех людей, которые подают заявки на публичные мероприятия за пределами гайдпарков. В гайдпарках действует закон Воронежской области. Сама Воронежская областная дума не приостанавливала действие своего закона на время чемпионата мира. Что по этому поводу полиция сказала? Полиция сказала, что суд разберется. И все, да? Да, то есть я так понимаю, им надо было это сделать, вот они это сделали. Но существует какой-то определенный прессинг, вот они выбирают каких-то людей, которых они считают активистами и пытаются утруднить им жизнь. Вот, ну, просто вот я сегодня смотрю на пикет, который сегодня прошел, народу было в полтора-два раза больше, чем обычно. То есть они не могут понять, к сожалению, что чем сильнее они нас, как бы, достают, тем больше людей к нам присоединяется. То есть это уже не срабатывает. Ну, сколько можно бояться там, и непонятно, чего бояться-то в этой стране. И чем вам грозит сейчас суд? Ну, во-первых, все-таки я и мои защитники, мы уверены, что мы его выиграем. Потому что, ну, очень трудно представить, что судья вынесет решение, что распоряжение городской администрации выше стоит, чем закон областной думы. И до этого уже был суд, в котором один из наших активистов, супренок Борис Николаевич, обжаловал само постановление. То в прениях юрист городской администрации сказала, что по хайт-паркам это распоряжение не действовало, а сама судья сказала, что это ненормативный акт. То есть когда мы пытались отменить в суде этот документ, сказали, что этот документ не страшный, и по нему никого никогда не наказывали. Но вот получилось, что единственный человек в городе Воронежа, которого наказали, это был я. И еще вот до этого 23 июля мы вели агитацию за митинг против повышения пенсионного возраста, который состоялся 26-го числа. А даже агитация, то есть если митинг согласован, то можно вести агитацию в пределах там... А вы являлись организатором? Да, я являлся организатором, и в хайт-парке я находился с плакатом, призывающим людей прийти на этот митинг. Теперь когда у вас суд? 18 сентября. И судья? К сожалению, вот сейчас я просто не был готов к этому интервью. 18 сентября. Да, я все-таки хотел сказать, что каждый вторник около кинотеатра «Пролетарий» с 18.30 до 19.30 вот группа гражданских активистов из разных абсолютно движений и партий, и просто беспартийных, проводит здесь пикет по актуальным темам. И мы просим во всех присоединяться, потому что, ну, сидя на диване, досидишься до того, что останешься либо без пенсии, как вот большинство людей в нашей стране, либо, как уже мы остались без доступного образования, здравоохранения, без независимых судов, без безопасности, без нормальной зарплаты. То есть мы потеряли уже все, терять уже нечего. Так что приходите к нам, вместе мы как-то попытаемся выйти из этой ситуации.